На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего развития многопланового партнерства, продвижения проектов экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживания практического взаимодействия в оборонной сфере. В состав эмиратской делегации вошли министры по делам правительства Мухаммад бин Абдулла Аль-Гиргави, энергетики и инфраструктуры Сухель бин Мухаммад Аль-Мазруи, экономики Абдулла бин Тук Аль-Мари, государственный министр по вопросам искусственного интеллекта и цифровой экономики Амар бин Султан Аль-Алама. В начале беседы шейх Хамдан Аль-Мактум выразил главе нашего государства искреннюю признательность за радушный прием и передал теплые приветствия от президента ОАЭ шейха Мухаммада Аль-Нахаяна и премьер-министра страны эмира Дубая шейха Мухаммада Аль-Мактума. В ходе встречи особое внимание уделено вопросам формирования новой долгосрочной повестки дня взаимовыгодного сотрудничества. В таких ключевых направлениях, как инвестиции, инновационное развитие, зеленая энергетика, инфраструктура, образование, здравоохранение, экология, цифровая трансформация, туризм и другие. Высоко оценены плодотворные итоги совместного форума по раскрытию потенциала взаимовыгодного сотрудничества, двухсторонних межправительственных и межведомственных переговоров, проведенных сегодня в первой половине дня. Достигнута договоренность о принятии дорожной карты по развитию полномасштабного сотрудничества в стратегических отраслях. Следует отметить, что ОАЭ является одним из ключевых партнеров Узбекистана в азиатском регионе. Последние контакты на высшем уровне состоялись в рамках мероприятий глобального климатического саммита в городе Дубае в декабре прошлого года. Товарооборот в 2023 году вырос на 21 процент и составил 626 миллионов долларов. В нашей стране действует свыше 320 предприятий с участием эмиратского капитала. Портфель реализуемых и перспективных инвестиционных проектов составляет порядка 20 миллиардов долларов.